Теоретически Тора многоженство не запрещает, но не одобряет, естественно. Почему? Потому что мы говорили, что эти социальные законы были даны в соответствии тому времени. Многоженство это было практикой народов окружающих Израиль в те времена. И вы знаете, что мужчины, они более склонны к блуду, так сказать, чем женщины. И если мужчина, так сказать, имел где-то женщин на стороне, то в крайнем случае узаконивание в какой-то мере это уменьшало запрет. Но второе, что я вам скажу, это была социальная защита женщины тоже. В те времена, ну и часто после войны, вот допустим, после послушательных войн бывает так, что мужчин остается мало, да? И женщины не могут найти себе мужей. В те времена постоянно велися войны. Вы знаете, а так как мужчин и женщин рождаются примерно одинаковое количество, то получается, что даже, говорят, женщин больше рождаются, чем мужчин, то получается, что женщины не могут найти себе мужей. И женщина того времени, если ее не... Что будем делать? Ладно, раз мы уже начали про женщин, продолжим про женщин. Вот тут у меня есть еще материалы по Израиле. Ну что, будем продолжать, да? Хорошо. Второй причиной, по которому было разрешено многоженство, я говорю, это социальная защита самой женщины. Потому что женщина в то время не была социально защищена, никакой эмансипации не было. Она либо находилась на содержании у отца, либо находилась на содержании мужа. И если женщина не была на содержании отца и мужа, скорее всего, она могла быть только проституткой. Вы сами понимаете. Для того, чтобы такого не происходило, разрешалось в те времена многоженство. Но это, безусловно, не было Божьим отношением, потому что Божье отношение семьи, да? Это отношение с заветом. Но вот эта проблема была в первой апостольской церкви. Я читал эти комментарии и думаю, что это именно так. Потому что, видите, некоторые говорят, что вот есть такое место, да? Звук, звук, да? А там не было слышно, что я записал? Хорошо, давайте я еще раз повторю, да? Итак, второй причиной разрешения многоженства была социальная защита женщины. Потому что женщина должна была находиться на попечении, да? Либо мужа, либо отца. Дальше. Мы говорили, что отношение завета – это то, к чему призывал Господь. Потому что муж и жена будут двое-одноплоть. Но не сказано, что будет две жены или три жены и так далее. Но так как в те времена существовала такая практика многоженства, вот перед первой апостольской церковью стоял такой вопрос. Да? И бывает сейчас тоже в некоторых мусульманских странах некоторые верующие, которых имеется несколько жен, становятся верующими. И что же с ними делать? Да? Сухов говорил, что будем организовать общество, да? Общежитие свободных женщин Востока. Но что же делать в действительности практики? В Израиль приезжают иногда из Йемена, из Персии, из других стран и привозят с собой жены. И эти женщины жили длительное время, да, с вот этим мужчиной. И что делать? Разводиться с ними? Значит, разрешался, да? Так как в Израиле сейчас не принято многоженство, но разрешается. Если уже у человека несколько жен было, жить с ними до конца жизни, да, сколько им положено. Положено, потому что нужно этих женщин социально обеспечивать. Если она захочет, конечно, завестись и выйти замуж за другого, это ее личное дело. Но эти женщины сохраняются. Но нельзя жениться по новой, да? И вот точно такую же ситуацию описывает Новый Завет. Потому что некоторые говорят, вот там пастор или дьякон должен быть мужем одной жены. А это даже не значит, что если был разведен, его нельзя пастором или дьяконом. Слышали такие, да? Или находящиеся в повторном браке, не может быть пастором или дьяконом. Или даже если у него была жена, а потом умерла и так далее. Начинаются такие вот проблемы. Или у него было две жены по очереди, когда он еще не был верующим. Значит, опять-таки, это все вопросы законничества, да? Те, в которых было много жен, становились членами церкви в первые апостольские времена. Но они, сохраняя этих жен, не могли быть лидерами церкви. Вот о чем говорит конкретно эта ситуация. Конкретно применение Торы. Потому что сейчас много людей из ислама приходят, да? И становятся верующими в Яшуа Мессии. И мы должны трактовать и правильно понимать этот вопрос. Ну, если там последний, сколько-то жен. У моего караимского дедушки было четыре жены. Правда, не сразу, а по очереди. Вот. И там было, по-моему, шесть братьев и одна сестра. И мой отец был, кстати, самым старшим из братьев. Хорошо. Теперь вопрос развода. Помните, что в Торе есть такое, что если человек хочет развестись с женой своей, то что он должен дать? Гет. 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 Отсюда. Гет отсюда. Да? Гет отсюда. Разводное письмо. Ну, евреи были грамотным народом, арабы, видно, не все были грамотными, поэтому, если вы помните, Магомед сказал, что должен три раза сказать, ты мне не жена. А сейчас, согласно египетскому законодательству, египтянин может три раза написать СМС-ку. Суэнда. И это уже тоже будет полноценным разводом. Вот. И приступили к Ешоу, фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разъездиться с женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и добудут ое одной плоти. Итак, они уже не двое, но одна плоть. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорили ему, как же Моисей заповедовал раздавать разводное письмо и разводиться с ней? Он говорил им, Моисей позже, с такосердием вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала было не так. Но я говорю, вам, кто разведется с женой своей, не за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует, и, женившись на разведенной, прелюбодействует. Во времена Ишоа существовало три мнения о разводе. Первое мнение. Гелеля. Можно разводиться по любому поводу. Потому что в оригинале сказано, что если человек, значит, если жена, ло маца хен ба айнал, жила, не нашла благоволения в его глазах. Если по-современному, если она ему не нравится, да? Или если он ее не любит. Это уже причина для развода. И Гелеля говорил, даже если жена плохо сварила мужа суп, это причина, чтобы развестись. Шамай говорил, что только в результате акта прелюбодеяния. Только в результате акта прелюбодеяния. Ишо, какого мнения придерживался? Гелеля или Шамайя? Шамайя, да? Ну, вы видите, что интересно. Что ведь в результате акта прелюбодеяния, что же с этой женщиной должны были сделать? Ну, так какой же вы за развод? Ну, побили ее камнями, он остался вдовцом, женился еще раз. А потому что побить камнями могли только в том случае, если были свидетели и так далее, и так далее. Но если женщина совершала прелюбодеяние, и, в общем-то, все люди об этом знали, но не было причин, чтобы побить камнями, так как все об этом говорят, но свидетелей никого нету, да? То есть, в данном случае, допустим, муж этой женщины, который привели к Ишу, должен был с ней развестись, да? Вот. Значит, есеи разрешались разводы, только если человек по незнанию нарушит закон о запрещенных связях. То есть, например, после свадьбы узнал, что женат на своей сестре. Бывают такие ситуации? Редко, но бывает. Для есеев брак был законным, и никакого развода не должно быть до самой смерти одного из супругов. И если было прелюбодеяние, то не развод должен быть, а прелюбодейцу или прелюбодейщую надо побить камнями до смерти. Вот интересно, что протестантские динаминации придержатся мнения Шамая. То есть, развод в случае прелюбодеяния. А католики придержатся мнению есеев. Да, что в результате незаконного брака. То есть, если действительно оказалось случайно, что она его сестра или какая-то родственница. Ну, бывают такие случаи, да? И кто-то может доказать, допустим, что его папаша имел отношение с этой женщиной, которая была матерью его невесты, да? И таким образом можно расторгнуть брак. Либо, допустим, конкретно имеется в виду, что там какое-то тяжелое заболевание, о котором не было предупреждено, отца ранее, так и так далее. То есть, есть медицинские показания. Но прелюбодеяние не является основанием для развода у католиков. В некоторых динаминациях христианских основанием для развода является то, что женщину насильно придудили к браку. Вот по этой причине у эстонцев, например, у которых лютеранская церковь, да? Есть такая, существует традиция. Когда идут в церковь венчаться, то мать девушку бьет по лицу. Это на всякий случай. А вдруг им захочется развестись, чтобы им было основание показать, что этот брак был заключен, так сказать, насильственным путем по настоянию родителей, а не детей. То есть, это то же самое, как делают евреи. Вы знаете, евреи, самые лучшие евреи адвокаты, да? Вот. Что они нагарадят кучу законов, а потом еще кучу законов, чтобы обойти эти законы. И все довольны. Да. Значит, как думают, Ешо восстанавливает идеал Бога, не разводиться вообще. По мнению Дэна Джастера, есть только два исключения. Первое. Если человек находится при любодеянии и не кается, тогда невиновная старина может быть разведена. Или, если были нарушены законы о запрещенных связях. Или нарушены были законы о запрещенных связях. Хорошо. Является ли основанием для развода, если мужчина нашел другую женщину, которая ему больше нравится? Пророк Малахия говорит об этом, да? Что мужчина, в особенности это касается когенов, но мы тоже царственное священство, ни в коем случае не должен разводиться с женой юности своей, да? Даже если она старая, некрасивая, впадает в маразм, все равно надо жить с нею. Потому что сказано, что жертвенник льет слезы, да? Там сказано в русском переводе, на жертвенник льются слезы. В естественности, не на жертвенника льются слезы, а жертвенник льет слезы. Так написано в оригинале. Что касается секса до брака, то, если кто переспит с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он к Господу, ходу скини, собрание жертву повинности, овнов жертву повинности своей, и очистит ее священник, овнов повинности перед Господом от река, который он согрешил, и прощен будет ему грех, который он согрешил. То есть, по отношению к рабе, как будто бы этот закон смягчается. Но я еще буду говорить о законах, касательно рабства. Вот, что Тора относится тоже серьезно к положению раба. Секс до брака по Торе – это серьезный грех, но не является ужасным и не требует смертной казни, так как есть возможность восстановления. Я уже говорил, да? Он должен жениться, но не имеет права на ней развестись. И Библия говорит, что есть определенная система жертвоприношения, в случае, если человек впадает в искушение. То есть, есть одно дело впадает в искушение, да? А другое дело, если он сознательно нарушает завет. Если человек сознательно нарушает завет, то жертвами-то загладить нельзя. Что касается проституток. Что сказано о проститутках? В Торе нет наказания смерти за проституцию. Есть только закон о наказании дочери священника смертью. Почему? Ну, вы понимаете, есть проститутки по необходимости, есть проститутки по призванию, да? Если в те времена женщина не была социально защищена и становилась проституткой, это, конечно, было плохо. И, безусловно, такая женщина не могла быть в церкви. И вы помните, от проститутки даже не принимали соприношения в храм, да? Но все же за это смертью не наказывали, потому что это было вынуждено. То есть, Божьи законы, они милостивы даже к проституткам. Но если это делала замужняя женщина ради интереса, да, она должна была быть наказана. Здесь заповедь еще «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Это Левит, 19 глава, 29 стих. То есть, если женщина не вышла замуж, то отец ее должен был содержать, столько времени, сколько она жила, да? Или сколько он жил. Но дочь священника, это Левит, 21 глава, 9 стих. «Если дочь священника осквернет себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, и огнем должно сжечь ее». Как колдунью, да? Сжечь такую женщину огнем. То есть, требования к священнику что? Намного выше. Намного выше. И вообще, видите, требования к мужчине и женщине разные. И некоторые говорят, а почему же так происходит? Может быть, к женщине плохо относятся? Тора. Вот что говорят еврейские мудрецы. В иудаизме мера ответственности пропорциональна духовному уровню человека. Не значит ли это, что женщина, которой Тора объявляет наделенной более высокой мерой ответственности, чем мужчина, стоит на более высоком уровне? Ну, то есть, мужчина может иметь несколько жен, женщина не может иметь несколько мужей, да? Почему же? Потому что женщина, оказывается, стоит на более высоком уровне. У мужчины есть все основания жаловаться над дискриминацией по половому признаку. Тора к ним более снисходительна. Потому что в некоторых аспектах мужчина ближе к обезьяне, чем к женщине. Это шутка наших еврейских мудрецов. Так что мужчины в этом отношении не снисходительность, а просто говорят, потому что с них, что с него дурака возьмешь. Хорошо. Можно об этом еще много говорить. Переходим к восьмой заповеди. Восьмая заповедь. Не укради. ЛОГАНАФ ГАНАФ Где нашмел? Ага, вот он. ЛОГАНАФ ГАНАФ В В конце, да? ГАНАФ ЛОГАНАФ ГАНАФ означает красть, воровать, похищать, а также вкрадываться. Вот знаете, есть такое выражение в Новом Завете, некоторые вкрадываются в дома, да? Они не похищают имущество людей, но они обманывают людей, дают им дезинформацию, да? И это то же самое, что воровство. Украинской в языке есть такое слово ГАНЬБА. ГАНЬБА означает позор. Возможно, это происходит от старинного обычая, когда преступника водили по улицам города и глашатый выкрикивал, за что наказывается этот человек. То есть ГАНЬБА, ГАНЬБА, КРАЖА, КРАЖА. А потом уже стали говорить позор. Кстати, во многих словах славянских языках слово позор означает внимание. И когда советские танкисты входили в Числовакию, они тщательно выкорчевывали дорожные знаки. числацкие, на которых было написано позор. А это было просто место на дороге. Внимание, ну вот как у нас треугольные такие предупреждающие знаки. А они думали, что это чехи против них что-то подводят какую-то базу. И так не укради. Что значит? Есть кража и есть грабеж. Да? Что более серьезно? Грабеж или кража? Грабеж более серьезный, так как это подвергается жизнь человека. Кража, если человек не знал, ну украли у него, конечно, это плохо, но не так страшно. А при грабеже застегнутый преступник, да, может убить человека. Вот такое различие. Тоже идет как бы, ну, пример, опять-таки, это не статья, раз, два, три, да, а второе многое дается на примерах. Потому что само судебное исполнение в еврейском правосудии, оно как по примерам идет. То есть, если уже такой случай был, и если еврейские мудрецы так решили, да, вот, то вот таким образом это делается. Это называется прецедент, да, вот есть судебное по законам, где точно вот человек сделал то-то, то-то, ему полагается то-то, то-то. Есть по прецеденту, вот английские, американские суды, они часто рассматривают по прецедентам, было ли уже аналогичное преступление. Вот, поэтому, значит, воровство, это не сопровождается насилием, а грабеж, это когда силы отнимается вещь у пострадавшего и создается угроза в жизни. Вот, если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему, но если взошло над ним солнце, то есть, хозяин хочет убить вора, когда уже нет угрозы для своей жизни, то вменится ему кровь. Если ты сидишь дома и пришел грабитель, или вор, ты не знаешь, к какой цели он пришел. Убить тебя или ограбить? Или сначала ограбить, а потом убить? Или сначала убить, потом ограбить? Да? Вы понимаете? То что имеешь право его убить? Но если он украл твою вещь, и через какое-то время ты побежал к нему домой и убил его, да? То ты не должен это делать, потому что в этом случае ты будешь являться убийцей. Поэтому грабеж и воровство здесь дается на примере. Это исход 22 глава 2 и 3 стих. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Грабежом также является задержка выплаты работнику. Причем задержка выплаты работника называется не кражей, а грабежом. Грабеж более серьезное наказание. За кражу, за любую кражу, даже в особо опасных хищениях, не предусмотрена смертная казнь. А за грабеж что? Смертная казнь, да? Поэтому написано не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. То есть вы знаете, что были наемные рабочие, которые нанимались на один день. Если наемный рабочий нанимался на длительное время, то тогда у него были другие положения. мы потом к этому подойдем. Но если паденный рабочий, он на следующий день мог не получить работу. Правда? Мало ли что случится. Может он просто не найдет работу. Тогда выплаты особенно было важно. И выплачивать ему нужно было сразу. Потому что это был вопрос жизни и смерти. Может быть он умрет с голоду до следующего раза. Правда? Поэтому это было значительно больше, чем если ты, допустим, за месяц. Кстати, вы знаете, откуда произошло слово пролетарий? Слово пролетарий это произошло еще во времена товарища Наполеона Первого. Наполеон Первый, вы знаете, вообще революционеры того времени, они запретили, в частности, без решения местностного правления покидать коммуны Парижа. Париж был разделен на коммуны. И каждый обязан был работать. И те, кто не работал, значит, те не ели. Но когда пришел к власти Наполеон, он ввел у всех трудовые книжки. У нас вот есть трудовые книжки, чтобы получать пенсию. Вот такую книжку ввел Наполеон. Если кто-то не имел трудовой книжки, значит, такого человека за бродяжничество задерживали. А трудовые книжки ставили там литеры А, Б и С. Литеры А, это были хорошие, благонадежные рабочие, либо инженерный состав, либо те люди, увольнение которых повлекло бы для предприятия серьезные последствия. То есть, их увольняли в последнюю очередь. Вторая группа Б, это рабочие низшего сословия, которых, если предприятие нужно, они спокойно увольняли. Группа С, это неблагонадежные, которых увольняли что? В первую очередь. Но были такие неблагонадежные, которым выдавали крутовую книжку и не ставили никакую букву. Поэтому они назывались пролитери. Литера это буква. Они могли существовать, если у него не было трудовой книжки, он вообще не мог существовать. На условиях революционной Франции они могли существовать только нанимаясь нападенную работу. Вот эти рабочие назывались пролетерии. А потом произошло слово пролетарии. То есть пролетарии это те люди, которые нанимаются нападенную работу. Иногда бывали случаи, когда брали под залог жернова или одежду, да? Вот. И никто не должен брать залог верхнего или нижнего жернова, ибо таковой берет залог душу. Второзаконие 24 глава 6 стих. Тогда они продавали муку в Бакалеи. И для того, чтобы испечь хлеб, нужно было смолоть муку. Естественно, так как это жерновами делали, не мололи на три дня вперед. И если человека не было чем смолоть, он может просто умереть с голоду. Дальше. Таразаконие 24 глава 10 по 13 стих. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог твой на улицу. Если он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Верни ему залог при сохрождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится это в праведность перед Господом Богом твоим. Также запрещено брать ближнему деньги в рост, то есть под проценты, но тем более ставить его на счетчик. Мы будем когда говорить о бизнесе, здесь говорится речь о богатом и бедном человеке, а не говорится о том, чтобы брать под проценты деньги для благоустройства какого-то предприятия, предпринимательства. Да, да, совершенно верно. Еще мы говорили вкрадываться и давать ложную информацию. Это тоже является воровством. Вся наша реклама это стопроцентное воровство. Согласны? Вот, с этой точки зрения. Нельзя использовать в своих целях незнание, то есть слепоту человека, потому что сказано не злослово глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Это может быть в прямом физическом смысле, но и может быть в том, что нельзя давать ложную информацию. И при этом говорится бойся бога твоего я господь. Значит это не просто заповедь, а очень важная заповедь. Это Левит, 19 глава, 14 стих. Запрещен обман, шурлищество, мошенничество и так далее. То есть это тоже воровство, да? Ну чем отличается мошенник от вора? Грабитель отбирает у тебя деньги, да? Вор у тебя берет деньги, ты не знаешь в это время, а мошеннику ты сам деньги даешь. Скажет тебе вот будем строить новую квартиру, улучшать улицу, ремонтировать лифт или счетчики будем так сказать вы знаете все свои счетчики а потом мы в машине принесем да? Вы знаете такие случаи? Люди попадаются вот то есть не крадите не лгите и не обманывайте друг друга не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестите имени Бога твоего я Господь Левит 19 глава 11 12 стих запрещена нечестная торговля я не буду приводить какие места их очень много Бог знал что евреи будут торговать да? и при этом буду стараться так или иначе воровать и поэтому таких мест очень много хорошо вот девятая заповедь девятая заповедь не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельствам заповеди как мы говорили они имеют узкое и широкое значение узкое значение это свидетельство на суде и вы знаете это очень важно так что именно благодаря свидетелями выносится решение суда и тот свидетель который лжесвидетельствует что за это предусмотрено? наказание такое же самое которое понес преступник по его лжесвидетельству если казнили человека по лжесвидетельству так что делали с лжесвидетелем? его тоже казнили если заставляли, допустим, сделать штраф, значит, он тоже должен был заплатить. Свидетельство – это значит, что человек абсолютно должен говорить правду. И только правду. Ну, правда и истина, мы говорили, немножко отличается. Но если человек говорит неправду, то это очень серьезно. Нельзя додумывать, досказывать, интерпретировать и комментировать увиденное. Даже в мелочах, а тем более в главных деталях. Важно знать, что даже если свидетель говорит чистую правду, но со слов других людей его свидетельство признается ложным. Я слышал, как Ваня сказал, что Федя украл там у Васи там 100 долларов, да? Вот. То есть, если это даже правда, но со слов какого-то другого, то это считается ложным. Можно стать лжесвидетелем, даже не сказав ни слова. В Талмуде приведен такой случай. Равин говорит ученику, тебе известно, что я ни разу в жизни никого не обманывал и никогда не пойду на обман, даже если мне посудят золотые горы. Такой-то человек должен мне деньги, и у меня есть свидетель, что он мой должник. Но одного свидетеля недостаточно. Поэтому прошу тебя, приди в суд, только приди и ничего там не говори. Когда должник увидит, что я привел двух людей, он, скорее всего, примет их за моих свидетелей и сознается в невыплаченном долге. Должен ли так ученик поступать? Нет. Талмуд заключает, такая на первый взгляд невинная хитрость запрещена, потому что равен, фактически призывает ученика к ложному свидетельству, пусть даже пассивно. Заповедь, не отзываясь о своем близком лоск и жжем свидетельству, очень жестко и бескомпромиссно, потому что от честности свидетеля зависит решение суда и значит судьба участников процесса. Поэтому и сказано, что если кто-то что-то сделал в свидетельстве, дворим 19 глава 18-19 из них, то делайте ему то, что замышлял он сделать своему брату и искоренить зло из своей среды. Донос. А мы без перерыва, вернее, большим было, да? Давайте уже доведем до конца это. Донос. Значит, не имей дело с доносчиками. Ло-шаве, да? Ло-шаве не разноси ложных слухов или доносов. То есть, те, кто дают ложные показания о ближнем, либо даже если доносчик добровольно, да, и говорит о ком-то, и мы слушаем об этом, да, то доносчик, что, даже если он говорит правду, он нарушает Тору. Хорошо. и еврейский принцип лучше по ошибке оправдать преступника, чем казнить невиновного. Так. Ложь, приносящая материальный ущерб, тоже относится к этой группе. Значит, говорится, не крадите, не отрицайте истину и не обманывайте друг друга. То есть, если человек отрицает истину и обманывает, это что? Равно то же самое, что он совершал бы кражу. И в Лаикра, 25, глава, 14 стих, если будете что-либо продавать или покупать у своего ближнего, не обманывайте друг друга. Некоторые приходят и начинают товар хаять на базаре. Это вот еще частая практика. Вот у тебя то, у тебя то, у тебя не то, а это не так, да? А потом, в конце концов, сбивает цену, покупает. Это тоже разновидность кражи. Продавец не может сказать покупателю, что товар стоил ему больше, чем на самом деле. Разрешено только сказать, вот моя цена, за меньшую сумму я не продам. Разновидности кражи, если придает товарный вид какому-то, купил старую побитую машину, перекрасил, сделал ее новой и продал. Да, если человек так делает, то покупатель должен об этом знать. Иначе это тоже разновидность воровства. Или говорят там японский магнитофон, который собран в Корее, а не Японии. и так далее. Хорошо. Тор запрещает и такую неправду, которая приносит вред не сразу, но со временем может обернуться большим убытком. Планщики втираются в доверие к людям, чтобы убедить их в своей надежности, а потом используют это доверие в корыстных целях. Встречаются такие формы лжи, которые не наносят прямого ущерба, но мешают жертве получить выгоду. если кто-то хочет перебить и самому приобрести, да, и он ругает этот товар, а потом сам приобретает для себя. Это тоже разновидность лжи и разновидность кражи. В отдельную категорию входит случай намеренного, но, на первый взгляд, безвредного искажения действительности. Некоторые врут ради искусства, да, вот, но иногда бывает конкретная цель самореклама, привлечение внимания к своей персоне и поиск популярности. Запрещено также давать обещание, если заранее знаешь, что оно не будет выполнено. Запрет категоричит, даже если такой лжи, есть благородная мотивация. Например, не хочется огорчать людей отказом, человек хочет сохранить хорошее отношение, пытается поддержать свою репутацию, человека всесильного, умеющего помочь и так далее. Вот, к примеру, я даю кому-нибудь тоже читать, допустим, книгу. Ну, скажем, говорю, на две недели. Он ее не прочел. Да? А я ему говорю, верни эту книгу. Он говорит, ну, ты знаешь, я еще не прошел. Прихожу к тебе еще через две недели, говорю, а ты знаешь, ну, одну не было, я не хочу тебе дать, я тебе обязательно прочту. Это что? Это воровство. Если ты взял в библиотеке книгу или у товарища, или другую любую вещь, на какой-то определенный срок, ты должен вернуть в этот срок. Вот. И иначе это тоже своего рода волшебство, потому что эта вещь, допустим, может быть использована в это время другим человеком. Правда? Вот, да. А время личное можно воровать? Можно. И очень многие воруют. Люди воруют и личное время, и уравины, и приходя в гости, и занимаясь телефонными разговорами, и это тоже разновидность, совершенно верно, воровства. Даже если я говорю благородная мотивация. Вот, ну, не хочется ему отказать. Или у меня эту книгу украли, но я говорю, ну, я потом, но я же не хочу сказать, что я такой, что украли, или я ее довел до этого книгу до нечитабельного вида, да? Я должен признаться, действительно, я виноват. То-то, то-то я совершил. Хорошо. Считается ложью и непреднамеренное нарушение обещания, потому что Тора требует обязательности в исполнении всех. Лучше не давать обещаний, чем нарушать их. Называется блиннетер, да? Без обещания. Хорошо. Делаем перерыв, да? Да? Домой? Вот мы тут еще о правде и лжине